Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, с вами Вячеслав Котляров. Предположительно, подобная заставка будет дальше идти перед каждым роликом. Первый раз можете послушать, а потом уже проматывать, если уже слышали. Недавно подобились создать промо-ролик к игре и столкнулись с тем, что те финансы, которые планировались для этого ролика, были слишком малы. Ролик должен был идти не больше одной минуты, и сумма, которая была найдена для его создания, это фактически... Вот, к примеру, я мог бы на эту сумму год жить относительно нормально, ну, в плане коммунальных услуг и питания. Но если пояс потуже затянуть, то можно и два года было бы жить на эти деньги в плане питания. Но ту сумму, которую нам запросили за одну минуту промо-ролика, она была в 30 раз больше, когда много лет назад в одном из аудиоображений известный шоумен Андрей Разин сказал, «Таких денег нам не заработать». Ну, это ирония. Вот, поэтому, если есть доморощенные кулибины, которые обладают талантами создания подобных вещей, отзовитесь. Нужен промо-ролик не больше минуты для бум-стартера. А за нами не заржавеет. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, с вами Вячеслав Котляров. В Харькове, 12 часов 09 минут, 28.08.2016 года. Когда вы выбираетесь на природу, в солнечный денёк, ваше внимание привлекает чарующая прелесть цветов. Чуть внимательнее приглядевшись к цветам, вы встречаетесь с ещё одним любопытным живым существом. Это пчела медоносная, самый дисциплинированный из природных архитекторов. Пчёлы живут сильными и производят один из самых совершенных продуктов на Земле – мёд. Они собирают его в шестиугольных сотах, которые сами же и строят. Но задумывались ли вы над тем, почему пчела всегда строят именно шестиугольные соты? Математики долго искали ответ на этот вопрос и после длительных вычислений пришли к интересному выводу. Оказывается, самый лучший способ построить склад с максимальной вместимостью, но с минимальной затратой материала – так это сделать его в форме шестигранника. Представим себе другие возможные формы соты. Если бы пчёлы строили соты в виде цилиндров или пятиугольных призм, то между ними возникали бы промежутки, и в соты помещалось бы меньше мёда. А соты с треугольным или квадратным сечением могли бы быть построены без всяких промежутков. Но тут математики обнаружили одну очень важную деталь. Из всех фигур самая короткая длина окружности – у шестиугольника. По этой причине, хотя будет застроена одна и та же площадь, на шестиугольнике потребуется меньше материала, чем на квадраты или треугольники. Одним словом, шестиугольные соты – это самая экономичная и эргономичная фигура, позволяющая получить максимум пространства для хранения мёда с минимальной затратой воска. Пчёлы используют самую идеальную форму из всех возможных. Ещё одно удивительное качество пчёл – их коллективная работа при строительстве сот. Увидев полностью выстроенные соты, можно подумать, что они возводились единым блоком. На самом же деле, пчёлы начинают строить соты с совершенно разных концов. Сотни пчёл начинают строить соты с трёх или четырёх разных мест до тех пор, пока не встречаются в центре. На месте стыка не бывает ни малейшей погрешности или ошибки. Во время строительства сот пчёлы также вычисляют угол наклона отдельных ячеек по отношению друг к другу. Ячейки, соприкасающиеся друг с другом всеми гранями, всегда строятся под углом 13 градусов к земле. Таким образом, обе стороны сот направлены под углом вверх. Этот угол предупреждает вытекание мёда из сот. Куда бы мы ни отправились, пчёлы, живущие в разных частях света, прекрасно справляются с этой необыкновенной архитектурой и выполняют эту работу в глубине улья, куда не проникает солнечный свет, то есть в кромешной тьме. В этом наглядно проявляется одна очень важная истина. Пчёлы проявляют эти необыкновенные способности ещё с рождения. Они не учатся постепенно, глядя на структуру и направление сот, а способны строить соты уже с того самого момента, когда они появляются на свет. Пчёлы строят свои дома на невидимой, но проявленной посредством материи решётки эфира. Пчёлы буквально облепливают существующую структуру строительным материалом, воском. Пчёлы строят свои дома не на пустом месте, но облепливают существующую структуру решётки эфира, заполняющую и формирующую всё пространство вокруг нас и нас самих. Иногда ВКонтакте сталкиваюсь с очень положительными сообщениями, где люди предлагают помощь в моих творческих началах. Парадокс в том, что я когда пишу координаты свои, они почему-то не перезванивают. Либо не видят, либо перегорело. Знаете, у меня за 20 лет не перегорело. 20 лет я шёл к этому всему, а может и больше. Вот одну фамилию так и не записал. Хороший человек предлагал помощь, по-моему, связанная с компьютерными играми. А вот другого всё-таки успел фамилию записать. Василий Барсуков. Василий, друг, отзовись. Я тебе отправил сообщения и телефоны, и скайп свой. Вообще, в принципе, на мой взгляд, правильно, когда человек пишет письмо, он тоже должен, в моём понимании, оставить обратную связь, свой телефон или скайп. А так получается, это пустоту общения. То есть я не могу, так сказать, связаться с человеком. Знаете, уважаемые слушатели, зрители, я вот каждый раз, когда начинаю писать очередной свой монолог, я вам честно скажу, я не знаю никогда, что я расскажу, чем с вами поделюсь. Мысли сами, так сказать, плетут веретено и льются речкой, а речь говорит, словно реченька журчит. Для многих интересно, конечно, как я прокомментирую Институт Б. Многие видели этот шедевральный эфир. Возможно, я к нему буду часто возвращаться и комментировать, но не буду тратить весь свой диалог на то, чтобы посвящать этому эфиру Институт Б. Если в двух словах сказать, я очень доволен. Я очень рад происшедшему. Убиваются тысячи зайцев. У меня товарищ вообще сказал, ты счастливый человек. Люди бешеные бабки платят за рекламу, за пиар. А ты с легкостью, как обычно, летящей походкой, прорекламировал себя. Ну, вообще, на самом деле, мне не принципиально, мне не особо важно, чтобы меня отождествляли с теми трудами, которые я... и с теми знаниями, которые я пытаюсь донести. Главное, чтобы люди на них обратили внимание. Ведь со стороны, если посмотреть на пожарного, который ходит в огонь и рискует своей жизнью, чтобы спасти человеческую жизнь, может тоже показаться, ну, сумасшедшая, зачем же ты в огонь-то прешь? КНЕСК останавливаешь, да? Вот так и я шел на институт Б, зная, что благодаря этому эфиру, возможно, еще удастся спасти одну заблудшую душу. То есть человек, как вначале, смотрит эфир, негодует, что это такое стыд и срам, а потом изучает мои труды. И слава богам, слава предкам. Так было, так есть, так будет. Иногда просто не получается добрым словом обратить на себя внимание. Определенная группа людей не слышит этих добрых слов. Поэтому приходится вливать ушат на голову ледяной воды. И я уверен, что появятся сообщения, комментарии, где люди благодаря этому эфиру меня узнали и узнали мои знания. А если у вас гнойный аппендицит, и вы туда-сюда и жизнью распрощаетесь, вам будет не принципиально лечащий хирург, что он за человек, вам будет важно в этой секунде, чтобы он вам жизнь спас. Поэтому за эфир B я доволен. Возможно, и дальше буду комментировать, что все замечательно. Люди пишут, кстати, уже сейчас. Узнали вас. Благодаря институту B можно с вами подружиться, познакомиться. Много таких сообщений. А дальше будет еще больше. Вот. Ну и мои, в кавычках, помощники, они думают, что они меня топят. Но на самом деле они меня вверх поднимают. Я очень рад. Я вам благодарен, что вы меня негативом в интернете, так сказать, засыпаете. Благодаря вам узнают обо мне много людей, узнают еще больше. Работайте, ребята. Делайте всякие там ролики разоблачительные на котлярово. Делайте всякие там фотожабы. Это все нужно. Вы должны выполнять роль, так сказать, вот этих мосек. Какой же слон без свит и мосек? Это ж никуда не годится. Поэтому, уважаемые слушатели и зрители, в самом деле все хорошо. Вот Чебурашка, к примеру. Тоже, кстати, интересный персонаж. Причем абсолютно не вымышленный. Из соседней ячейки есть соты, в которых живут такие чудесные, не знаю, как правильно сказать, зверьки или животные. Предполагаю, что будут вопросы про гремлинов. Да, и гремлины, конечно, существуют. Я бы сравнил бы Чебурашка. Это, наверное, больше к нашему псу относится, а гремлины уже к волку. Хотя они, в принципе, очень с кожей между собой. У нас был советский Чебурашка, а гремлин это американский Чебурашка. Не изучал вопрос детально, но, как бы, мне не принципиально читать в интернете про землетрясения. Ну, край муха услышал, мне сказали, что там в Италии было землетрясение. Я вам много уже тайн открыл, и открою еще очередное. Никаких землетрясений не существует вообще. Чтобы стул упал, его кто-то должен толкнуть. Стулья сами по себе не падают. Поэтому все землетрясения, которые мы знали за всю нашу продолжительную историю, это все рук нечеловеческих дел. Это существа, похожие на людей, просто взрывают города в разных режимах и наземными взрывами, и подземными. В общем, все землетрясения, это, назовем условно, диодерные удары. Ни больше, ни меньше. Исключением может только быть террикон, который почему-то у нас ошибочно называется вулкан. Терриконы иногда самопроизвольно взрываются. Как хорошо, у меня вчера пример привели, едет мусоровоз, и трясется, трясется, и вдруг загорается. Ни с того, ни с сего. То же самое и терриконы. Это горы, которые появились в результате выработки недр земли. И там запросто могут проходить всевозможные процессы, которые приводят к извержению и землетрясению. Но не лава, конечно, выливается, как нам это говорят, а субстанция, которая может быть разрушительной. В Челябинске метеории тоже распространенный вопрос. Ну, я как склонен больше к официальной версии, к настоящей официальной, что это был, скажем так, техногенный снаряд, более высокоразбитая цивилизация, который должен был нанести удар по объекту, где было собрано, по-моему, 500 тысяч тонн обогащенного плутония. или необогащенного, не важно, там не важно, как мы будем называть это гремучую, ужасную смесь, но до смешного доходит. Навоз хороним, как радиацию закапываем, прячем, а плутоний, это смертельное оружие, держим просто на поверхности. Пожалуйста, бомбите. Да там и не надо было техногенного, там любую ракету пустить и все. мегаплык. Не, за ракету что-то же должен будет отвечать какая-то это современная концлагеря. У нас же, как я говорил, стран нет у нас концлагеря. Поэтому, чтобы все чисто прошло, использовали техногенное орудие другой цивилизации, которая рядом тусуется. Ну и тусуются и светлые наши предки, светлые иерархи. Говорят, почему они нам не помогают? Да они постоянно помогают. Огромное количество ударов было отражено. Кто-то спросит, почему не все? Ну вот представьте, вы приходите в лес, у вас на вас сел один комар, вы убили. Второй вы убили. Десять убили, но с трудом. А если сразу сто? Так вот темные, они как шакалы. Они набрасываются это толпой и просто не всегда наша светлая иерархи успевает отбить атаки разного рода характера. Обращаюсь к фанатам Жака Фреско. Бесспорно, это гениальный архитектор нашей соты, гениальный изобретатель, конструктор, да и просто очень светлый, добрый человек. Но дома, которые города строят, это я уже говорил, но еще видно, надо делать акцент. Нас планируют загнать под землю, чтобы мы там жили и добывали ископаемые. А для себя хотят города построить, причем, чтобы эти города были полностью автоматизированы. то есть, они хотят даже от обыкновенной раб силы избавиться, чтобы не было подносильщиков, убиральщиков, то есть, города полностью автоматизированы. Знает Жак Фреско, то, что он для чего пытается эти города создать, не знает, не принципиально. Важно, что его детище пойдет не во благо, а нашим, так сказать, захватчикам. Они будут жить в городах механизированных, автоматизированных, автоматизированных, а нас загонят подземную, поэтому проект Венера это, конечно, все хорошо, но это аналог Атлантиды, все города Фреско, это точная копия городов Атлантов. Ну, ничего, пускай строят. Они же все равно одноразовые, меня кто-то спросил, как объяснить, как понять, кто одноразовый, кто неодноразовый. Если у вас совесть есть, значит, вы неодноразовый, все. У искусственных людей совести нету. Если вы знаете и чувствуете, что у вас есть совесть, совесть совместная есть от наших предков идет, значит, вы настоящий. Если у вас совести нету, значит, вы искусственные. Вот тоже идет спор, вот это Дорийцы, Хорийцы, Рассены, Святорусы. Вот мы знаем четыре варианта глаз, хотя их на самом деле больше и в нашей соте, если так задаться целью, то, допустим, зеленые глаза, они тоже имеют разную рассветку. Мне когда-то довелось видеть. У женщины были прям такие, знаете, малахитовые глаза, прям, я был в шоке. такого цвета глаз, я работал, помню, в ночном киоске 20 лет назад, она была моей сменщицей, я, конечно, обалдел, насколько глаза бывают уникальной красоты и цвета. Так вот, я уже говорил не раз в своих роликах, цвет глаз, радужек, в разных сотах неимоверное количество, ну, просто их не сосчитать. Тоже, как наших сот, миллиарды, миллионы. Да, у нас живет определенная, скажем так, это 4 группы людей, но, как я уже говорил и повторюсь, я отрицаю, точнее, не отрицаю, не принимаю общепринятые известные ведические знания по поводу цвета глаз и повторю, как я озвучивал. Кареглазы это арии, арием, вообще огненные глаза, а вот зеленые, серебряные и васильковые это уже святоросы, вот неплохой вопрос, стоит ли ребенку рассказывать мои знания, которому 10-12 лет. Очень хорошо, когда-то, много лет назад, по этому поводу Левашов сказал, лучше не придумаешь, поэтому я постараюсь максимально процитировать его слова. Давайте знания с пометкой, что те знания, которые ребенок получает в школе, это своеобразный язык для того, чтобы понимать других людей, а те знания, которые вы, родители, отдаете ребенку истинные, это те знания, которые являются достоверными, которые помогают узнать истинное устройство нашего мироздания. Знания в школе для того, чтобы общаться с другими людьми и понимать своеобразный язык, а знания, связанные с сотовым мироустройством, это абсолютно достоверные знания и доказательств не требует. Это догма, аксиома, абсурд доказывать аксиому, да? Вот хороший человек написал курсовую, можно ли писать по моим трудам, пожалуйста, пишите, все, кто желает, там вот пользуйтесь, используйте, вот люди пишут уже и научные книги по моим трудам, есть люди уже пишут художественную литературу по сотовой земле, есть музыку придумывают сотового мира, музыку связанную, вдохновленную от сотовой планеты, картины, картин много, вот фильм документальный, сотовая земля перезагрузки, это была первая ласточка вдохновленная знания, которые я передаю, которые я несу людям и человекам, а вот эти злопыхатели, они нужны, ведь чтобы урожай хорошо рос, мы иногда добавляем в него компост, перегной и всякую неприятно пахнущую субстанцию, в Египте уничтожили всех гиппопотамов, практически всех, и это стала трагедия для земель, которые вдоль Нила идут, дело в том, что в Африке гиппопотамы выполняли роль наших коровок, удобряли землю, вот, да, если на мордочки посмотреть, только правильно посмотреть, гиппопотама и коровы, ну, это практически родственные мордочки, это старый советский анедот, приходит на память, когда в разных клетках сидят бегемот и медведь, медведь такой к решетке прильнул, лапами обхватил и смотрит это на бегемота, грустными такими глазами, смотрит, смотрит, бегемот не выдерживает, что ты смотришь, говорит, эх, такой бы Харри до метка отведать бы, люди носятся с кремниевой структурой, говорят, что она намного лучше, чем сотовая, но это, знаете, это взять механизм часовой, взять оттуда болтик или шестеренку и сказать, мне вот эта шестеренка больше нравится, она же почему-то моз не понимает, что тот же сайт Асгард, он не опровергает, а дополняет сотовое меру устройство, и это всего лишь маленький, незначительный отрезок пути в нашей вселенной, а если я скажу, что здесь было не только кремниевое царство, а ледяное и огненное, скажите, фантастика нет? Не фантастика, людям нравится кремниевая модель, потому что кремниевая модель находится на планете, которые в миллиарды раз больше, чем нам сказали, это, конечно, маленький мозг не вмещает, все-таки планета большая, а мозги маленькие. Но это, уважаемые слушатели, зрители, естественно, я обращаюсь к недоброжелателям в такой форме, поэтому к вам, естественно, это не относится. Еще вот самый простой пример, люди, конечно, говорят, доказательной базы не хватает. Да мне не нужна доказательная база. Знаете, знания сами по себе настолько достоверны, уникальны, что их доказывать просто даже глупо. Ну, как можно доказывать истинное положение вещей? Это абсурд. Ну, вот приведу единственный пример, вот тех, кто еще сомневается, что поверхность, на которой мы живем плоская, эта плоская поверхность находится на огромной планете, которая миллиарды раз больше, и слоями, причем идут, есть верхние миры, нижние, предположительно, их 9. Хотя планета растет, их может быть становится все больше и больше. Так вот, вот когда копали пресловутый тоннель между Францией и Англией под Ла-Маншем, его смогли только выкопать благодаря тому, что земля плоская, точнее, плоская поверхность, на которой мы живем. Потому что копали, начали копать со стороны Англии, со стороны Франции, и четко проходчики сошлись в нужном месте. На шарообразной поверхности у них бы такое не получилось бы. Они обязательно промахнулись. Ну, или бы было, как в нашем добром старом советском анекдоте, когда между странами устроен конкурс, кто быстрее, качественнее и дешевле построит тоннель под Ла-Маншем. Ну, американцы говорят, нам нужно там 100 миллиардов, мы управимся за год. Японцы говорят, нам нужно 50 миллиардов, мы управимся за полгода. Ну, а советские проходчики говорят, да нам и миллиарда хватит, и управимся за месяц точно. И такие все в шоке, комиссия говорит, а если при таких темпах вы промахнетесь и не состыкуются два тоннеля в один, ну, тогда будет два тоннеля под Ла-Маншем. Вот на этой позитивной ноте очередной раз хочу вас поблагодарить, дорогие уважаемые зрители и слушатели. Каждый раз записывая ролик, я сам для себя думаю, я ничего не сказал, надо удалять. Потом последний момент думаю, нет, есть люди, человеки, которым абсолютно интересна любая моя мысль, идея, находка, замечание, открытие. Поэтому вам, уважаемые дорогие слушатели и зрители, всего доброго, до свидания, с вами был Вячеслав Котляров, а это значит до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok